В этом сенте последний выступает Татьяна Бончко-Смогоцкая. Расправляем вас с вами. Я тоже воспользуюсь мне каковыщей визуальной. Вот первый текст, который я хочу показать графический, и он читается не совсем обычным образом. Он может быть воспринят как абсурд, но на самом деле это очень простая фраза. Все написано здесь заслуживание полного доверия, кроме предыдущей фразы. Пусть это будет эмитрофон, кроме короткого выступления. Здесь прием схода с тем, который сейчас нам продемонстрировал Дима. В точности читается творение по горизонтали и по рецептали. А вы не читаете, вы можете выбирать любой способ. Когда ты, кот, меня вдали, и грусть печаль уже в зал вползла, Ты, кот, ищи в лесу тогда сову и посмотри в глаза. Меня в лесу во сне найдешь, поймешь. Дожди прошли весной. Вдали тогда найдешь звезду. Она зажглась в ночи легка. И грусть сову поймешь. Она заснет, едва луны пройдет печаль. И подожди, зажглась едва. Звезда мечты, та грусть. Уже смотри, прошли в ночи луны мечты. А ты сияй. Вползла в глаза весной легка. Пройдет та грусть. Сияй всегда. Спасибо. Я хочу продолжить просветительную часть наших сегодняшних, вчерашних докладов. И представить несколько работ, сделанных совместно. Это или авторы, тоже работающие в комбинатуре, или некоторые переводы. Коротко, но Борисович, собственно, представляет. Но вот его короткий круговертин, пути и путы по опыту Кури, то я из него сделала, собственно, вот эти вот путы. Такую визуальную работу, как руманический квадрат, который можно читать во всех направлениях. Значит, с первого направлениях, поворачивая и так далее. Еще один прибавитель. Две буквы не повторяются, а остальные все симметричны. Иконы. Иконы. Икония, венец, сень, венок. Икония, венец, сень, венок. Это фраза Бориса Безновой. Это перевод с английского. Это стихотворение сделано так, что перечислено на кресло жахматной доски. Написано названием красок. Си, пия, ци, ан, лазурь, роза, фиолет и так далее. На английском это перевод. Далее авторы признавались, чтобы проходить не по строчкам, а проходить в ходу хоря. Начиная с А1, мы идем на Ц2, идем на Д1. С Д1 мы идем на Ж2, с батом мы идем на А4. Иконта Виктория на рисунок. Получается такое стихотворение. Ленкаш, санок, жента, безабра. Ансет, желтица, мендян, аранжаду. Инди, бурт, ульпат. Пияра, ванкар. Зимовый, гортый, фиотцы, бенсе. Кава, бурбок, саревый, тайный. На олегрия, рана, танкал, генри. Умля, лезэ, ми, и зашат, линьро. И леймат, албро, серебра. Вот это я не буду уже читать. Я его вчера прочитала в качестве иллюстрации. К моему так надо. Я просто вам хочу показать, что я говорила правду совершенно. Вот цифры слева перечислены, а справа их, его и приумножение. 12, это 2 на 2 на 3. 9 на 3 на 3. 8, это 2 на 2 на 2. А, так, рестативный материал у меня окончился. Я хочу прочитать еще пару переводов. Из Шерилд Терси называется «Суждение». И еще одно стихотворение, тоже перевод из Майка Найлора. Сегодня и вчера звучало некоторое количество цифровых поэм. Вот эта поэма совершенно цифровая. Просто это счет от 0 до 16. Мне казалось, что я его адекватно перевела. Единственная разница, что у автора был хорей, у меня получился я. Сиро, 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 с И теперь в переводе с английского это полнорусское, а теперь с русского на человеческий. Герой, 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 беги. Беги, 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 герой. Беги, 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 беги. Сколько у меня времени есть? На два или на одну стихотворение? На два. О, отлично. На три? Отлично. На два. На два. Это такой тоже небольшой сет стихотворения, который как бы псевдохлопом. А общее название для них называется «По приказу отца, отданной математическую спецшколу, постигаю основу трансцендентности». К каждому из этих маленьких хоку представлено одно из интерпретаций, проявлений известного математического понятия. Одного и того же. Кружусь по кругу, хоровод знаков перед глазами, остановлюсь на трех. Сначала было легко, но наливились соком арбузы, и я не могу определить их объем. «Собери вместе семерых девушек, выдай им двадцать две ленты. Их страдания и не приближаются к моим». Повозка катится по ровной дороге, среди залитых водой и солнцем полей. След ее колеса в дорожной пыли. От одного цветения сахара до другого, считаю, число секунд в году. Время опять обернулось вокруг себя. После вращает колесо мельницы. Ясный день, как и в бурю. Он один знает, сколько сделал шагов. Вот и закончили занятия. Жена учителя испекла яблочный пирог. Не могу есть. Проснулся дома среди ночи. За окном стоит круглая луна. Мне в лицо смотрит призрак. Мамя собрала нитки в клубок, которые я размотал и запутал, когда объяснял котенку про фиг. За обедом скатал шарик риса. Рука сама остановилась.